Получали ли вы когда-нибудь на 14 февраля или последующие гендерные праздники уродливых медвежат? Либо же стольную розу, одна из них, которая белая, либо же парфюм, которым вы потом никогда не пользовались. Мне кажется, мы все там были, и я подумала, что было бы интересно сделать видео с моими идеями, не банальных, скажем, подарков на 14 февраля, которые могут прийтись по душе многим, которые могут даже укрепить отношения в какой-то степени, ну или, в общем, просто натолкнуть вас на какие-то мысли и идеи. Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на мой канал, здесь мы обсуждаем все бьюти и не только. Подписывайтесь на мой канал в Телеграм, если вы хотите контент исключительно на бьюти-тематику, он называется Бьюти Суета. Также обязательно добавляйтесь на любой платформе, где вы слушаете подкасты, в наш подкаст Бьюти Суета. Без суеты. Мы с моей подругой и менеджером Мариной выкладываем выпуски регулярно и обсуждаем там тоже все. Итак, в этом видео, конечно, все супер субъективно будет. В основном это, конечно, будут рекомендации того, что мне кажется прикольным. И, может быть, моим друзьям, которых я спросила, совета, и кто-то мне что-то подсказал, действительно. И, конечно, вы знаете своего партнера лучше в 10 раз, 100 раз, миллион раз. Я вообще не знаю ваших партнеров. Но, возможно, мои размышления натолкнут вас на ваши собственные. И если у вас кризис идей, и вы не знаете, что подарить, и вы не хотите быть банальным, или, может быть, вы миллион лет вместе и уже, казалось бы, все, что можно, только подарили. В общем, вот мой список из 10 непанальных подарков для вашего партнера. Тут будут идеи, кстати, и по совместным активностям, и также подарки для души и тела, подарки на укрепление отношений и сексуальной жизни, и также веселые, кринж, подарки, моя любимая категория. Итак, совместные активности. Многие ходили, вероятно, в спа вместе или на массаж. И хоть это всегда приятно, но, возможно, уже немножко изъезжено. Для любителей таких телесных расслаблений, я предлагаю вам обратить внимание на бани. Бани, именно такие русские бани с вениками, знаете, традиционные. Когда моя подруга сказала мне, что она ходит в баню и в общественные, я подумала, что она странная женщина, потому что что, общественная баня? Да, я ходила в баню в фитнес-клубе, либо же, если у моих друзей у кого-то дома баня, это классная активность, но, типа, пойти в общественную баню? Странно. Но оказалось, что это очень крутой экспириенс. Особенно в больших городах, типа Москвы и Питера, есть красивые, красивые бани. Типа, в Питере фонарные бани, это просто какое-то произведение искусства. Так вот, если есть такая опция, чтобы снять какую-то комнату или отдельную парную, то, ну, если у вас партнер другого пола, да, потому что разряды в банях обычно отдельно, в русских банях, российских банях, то есть мужчина отдельно, женщина отдельно, вы там не встретите никого из противоположного пола, как в Европе. Так вот, если есть опция такая, то закажите парное парение с вениками, чтобы вас вдвоем отхлестали. Это очень прикольно. Я ходила на такой со своей подружкой. Мы одновременно лежали и были в шоке, когда нас сбили этими вениками. Потом одновременно нас поливали ледяной водой. Короче, это было очень прикольно. Потом нас завернули в какой-то коконок просто. И это клёвый экспириенс. И, да, это сродни какому-то спа, но это немножко по-другому. Есть в этом такая какая-то новизна, в смысле для меня, для человека, который очень далёк к такой культуре был. Но теперь я фанат, вы знаете ли. Но есть противопоказания, конечно же. Хотела сказать, проконсультировались со специалистом, но, наверное, если вы знаете, что вам нельзя в баню, вы об этом знаете. Для тех, кто любит прям поактивничать, всякие курсы и мастер-классы, да, есть всякая готовка и, там, я не знаю, курсы по лепке. Но это, опять-таки, тоже, как мне кажется, достаточно избито. Да, вот эти вот кадры, когда, знаете, вдвоём вы выходите на лепку, и кто-то сзади руками обнимает, и вы вместе вот так вот лепите. Да, это очень секси. Но, если вы уже на такое ходили, сходите на мастер-класс по столярному мастерству. И это суперинтересно, суперприкольно, неожиданные впечатления. Вы потом создадите какой-то стол, ну, нет, вряд ли стол, какую-нибудь табуретку. И, скорее всего, это будут очень интересные какие впечатления. Вдвоём сделать что-то и забрать это домой, особенно если вы живёте вместе, это очень прикольно. Или, кстати, Марина подсказала мне эту идею. Можно сходить на мастер-класс по созданию духов, если вы такого рода парфюмер и любите вот это всё. Единственное, что смотрите на отзывы и насколько это вообще нормальная контора, я не знаю, или человек, который эту услугу продаёт. Потому что однажды моя мама ходила на такую, на такой подбор, под создание ароматов. Какая-то называлась штука, ключ к себе, ключ, ароматический ключ. В общем, какой-то такой трэш был. И там были все прогорпные старые масла, которые воняли. Может быть, моя мама такая впечатлительная, я об этом рассказывала с таким ужасом. Но, в общем, ключ ароматов ей не понравился. Поэтому, если вы хотите такую штуку, посчитайте отзывы обязательно, посмотрите, как это всё выглядит. И, ну, сейчас в запрещенной соцсети, которую нельзя называть, очень много страниц разных, которые показывают, как они это всё проводят. И, в общем, вы можете составить впечатление о том, понравится вам это или нет. Ну, и вашему, вашей любимке. Далее, вторая категория – стандартные подарки. Если вы и ваш партнёр, муж, жена, кто там у вас, я не знаю, постоянно за компьютерами, в телефонах, и вообще идёте преимущественно в сидячий образ жизни, и ваша спина отказывает, вы стали горбиться, то очень прикольная штука – мастер осанки. Как-то не реклама, я покупала её сама, и я думаю, что это очень прикольно – подарить своему близкому, кто горбится. И можно купить две такие штуки и страдать пести. В чём прикол? У меня сейчас, кстати, это клипса, но вообще там наклейки, которые клеятся на тело. Мне больше нравятся с наклейками. То есть, в том, что вы надеваете эту штуку и включаете её, значит, фиксируете ровное положение спины, которое вы хотите, включаете её. Она вибранула так. И потом, если вы поменяете своё положение и будете в нём находиться больше минуты, она начинает вибрировать, напоминать о том, что нужно выпрямиться. То есть, это не те корсеты, которые сами выпрямляют себя, это такая штука, которая помогает вести вот это вот положение ровной спины в привычку. И это очень прикольно. Очень, конечно, важно, что если у вас какие-то серьёзные проблемы со спиной, у вас очень сильная форма, там, не знаю, сколиоза или ещё что-то, то уже проконсультируйтесь с вашим врачом, потому что такая штука, если гипер себе такой тонус устроить, можно, конечно, и немножко завредить. Но, в целом, это очень прикольная штука, которая можно, не знаю, зачелленджить партнёра с тем, чтобы вы вместе работали над осанкой. И это забота о здоровье. Вот такая вот любовь. Далее, подарок, который, наверное, я просто очень хочу, поэтому я его включила в эту подборку. Это лего. Но не просто лего, а лего, которое посвящено какой-то теме, которую вы вместе любите. Например, есть лего аватар. Если вы фанат аватара, то вы можете приобрести набор лего аватар. Или же, например, я дикий фанат офиса, и если вы видели, сейчас у лего вышел набор в лего одесс, кажется, офис. Офис, там все, там Дуайт, Майкл Скотт, просто все, Джим, Бэм, там все. Там даже Кевин с этим ведром, знаете, с этой гидой, которая у него валивается на пол. Потрясающе классная детализированная версия. В общем, если у вас есть какая-то такая штука, которую вы любите вместе, в форме лего ее можно презентовать. Это всегда весело. Значит, третья категория подарков, которые бы я вам предложила, это улучшение отношений и сексуальной жизни. Поняла, передача сексом тысячи эхо, и так вот передача секс с Лавой Голем, это сейчас нас будет. Если у вас бывают проблемы с тем, чтобы узнать друг друга получше, не знаю, надеюсь, вы поняли, что я имею в виду, и вы хотите, может быть, раскрыть друг перед другом круче, да даже себя узнать получше, я очень советую карточные игры Пурпур. Пурпур делают маски, различные свечи, очень куревые, кстати. И также игры, которые помогают укрепить отношения, чтобы узнать друг друга лучше. И тут можно подобрать ту, которая ближе к вам. Есть совершенно нейтральная, без какого-либо сексуального подтекста, игра семья. Она вообще с такими вопросами, которые можно даже реально в компании семьи играть, и с родителями, и с детьми. То есть тут из разряда... Ну, тут различные вещи поднимаются, вопросы, не знаю, там, кем вы хотели стать, пока не выросли. Да, это могут быть банальные штуки, которые вы друг про друга знаете, но когда это... Когда вы играете в кругу семьи, не знаю, на каком-нибудь застолье, либо же просто вдвоем с любимым человеком, и вы делитесь какими-то штуками, они могут всплывать, знаете, незапланированно. Поделитесь своим самым ранним воспоминанием из детства, или там вот для родителей вопрос, помните, когда и как вы чувствовали, что ваши дети влюблены. Это очень интересно обсудить такое, конечно, если ваши близкие готовы к этому. И это очень сближает. Не обязательно, конечно, всю колоду проиграть за раз. Нужно взять несколько карточек, обсудить их, и очень приятно себя почувствовать. Также есть игра «Ближе». Она про именно телесность разную. Тут много заданий на тело, на взаимодействие. Она, наверное, не для всех тоже. Кто-то вообще с телом не готов контактировать в плане таких заданий, как здесь. Не знаю, например, ну, тут очень много, конечно, про секс, и тут предлагают много чего попробовать. Но точно так же здесь есть именно просто телесные накасания на какие-то игры. По ролям что-то можно разыграть. В общем, тоже очень интересный опыт. Ну и две более классические игры. Игра «Отношения». Она достаточно универсальная, раскрывающая вопросы на тему семьи, детей, денег, не знаю, смерти, профессии, всего-всего. Если вам, не знаю, сложно обсудить какие-то вопросы просто со своим партнером, возможно, в игре вы сможете раскрыться друг к другу. И в берлинной такой форме как-то это обсудить. Ну и также игра конкретно про секс. Если вы готовы к тому, чтобы как-то разнообразить вашу сексуальную жизнь, вы готовы к этим экспериментам и идти на то, что посоветуют вам карточки, то здесь есть прям даже задание типа «Сделайте сейчас». Не знаю, есть ли место в квартире, на котором давно хочется заняться сексом. Вы обсуждаете это, вы можете это сразу же реализовать. Как бывшие партнеры доставляли себе удовольствие. Ну, в общем, вопросы такого формата, которые, наверное, не все готовы обсуждать, но если вы на таком уровне отношений, что вы бы хотели как-то укреплять их, я не знаю, и вы оба готовы к такому, то я очень советую эти игры. Они крутые. У меня классный вопрос. Было стыдно спросить категория. Кстати, они очень красивые еще. Все эти карточки очень красивые. Какой части тела ты стесняешься? Я, например, никогда не обсуждала это с своим партнером. Мне интересно. Может, он ничего не стесняется. В общем, вы поняли. Знаете, более хардкорный вариант, но в то же время кто-то, наверное, сейчас поразится тому, что я скажу. Для кого-то, может быть, это будет нормально. Я надеюсь, что для большого количества людей нормально это окажется. Можно подарить своему близкому несколько сессий парной психотерапии. И не обязательно у вас должно быть что-то прям плохо или какая-то проблема, не знаю, случилась измена, которую вы не можете проработать, или какой-то конфликт. А может, и есть конфликт. Ну, то есть, и это не обязательно звучит как типа давай пойдем туда или разводиться, или там расставаться. Нет, это, блин, это часто даже забота и вклад в отношения в будущем. И у меня есть опыт парной терапии, и это на самом деле лучшее. Ладно, ну не знаю, что лучшее, но, в общем-то, это очень круто. Это просто позволяет иногда отойти от какой-то своей позиции. Мы даже, несмотря на то, что я в терапии самой, в своей личной уже больше четырех лет, естественно, я, ну, не могу видеть все, что происходит в моих отношениях. Я не могу всегда на сто процентов идеально выстроить какую-то коммуникацию. И когда есть третий человек, который как рефери, она не говорит, наша терапевтка, она, она не говорит нам, что ты права, ты не прав, но она как-то так направляет разговор и так открывает глаза на что-то, что, казалось бы, мы все друг про друга знаем, но нет, это какие-то штуки, которые, блин, очень, очень интересны. Ну, конечно, это не для всех, и некоторые партнеры не готовы к этому. И я думаю, что, опять-таки, нужно понимать, либо просто задать вопрос, готова ли ты к психотерапии, может быть, попробуем, может быть, нам это даст какой-то фидбэк на наши отношения. В общем, это очень круто, это прям очень здорово, интересно. Далее более прозаичный подарок – это подписка на Порнхаб. Можно подарить подписку на Netflix, на HBO или еще на что-то, а можно на Порнхаб. И если мы говорим про улучшение сексуальных отношений, можно рассмотреть порно вместе. Не знаю, как вы, но я смотрю порно, и если я просто гуглю порно в гугле, то у него влазит странная порно. А на Порнхабе все-таки там есть поприличнее видео с хорошими категориями, с неплохими рекомендациями. В общем, можно подарить подписку на какой-то такой сервис. Либо же еще из недавнего, что я открыла для себя, есть очень классный сервис – Femtasy. Они только на английском, по-моему, немецком языках, и, может быть, еще на французском. Суть в том, что это аудио, эротические истории, звуки, но не преимущественно для женщин. Да, это в основном для женщин, и они именно делали это приложение для женщин. И из-за того, что порно – это такой спорный момент, часто актеры порно и актрисы чаще всего не получают достаточной оплаты своего труда. Они вынуждены работать там, в общем, не на самых лучших условиях, далеко от того, что тут наше ввется тело очень сильно. Это такая… В общем, порно-индустрия, естественно, это большая такая мафия, и там много всего не очень хорошего. Но вот это как раз-таки приложение Fantasy сконцентрировалось на том, чтобы делать это в аудиоформате. Потому что, во-первых, наша фантазия безграничная, и просто слушая аудио, историю какую-то эротичную, либо же какую-то, знаете, гайдет исследование своего тела, либо же просто каких-то звуков, кто-то занимается сексом, это может быть очень возбуждающе, но достаточно экологично. В общем, можно подарить такую подписку своему близкому человеку. Это очень прикольно. Ну и, конечно, наверное, это банальный подарок, но для кого-то нет. Это секс-игрушки. Я делала видео о топ-5 таких классических секс-игрушках для девушек, которые можно попробовать, если вы не видели, посмотрите по ссылке. Также есть различные штуки, которые можно использовать в паре. Например, один партнер управляет интенсивностью вибраций или скорость каких-то пульсаций удаленно, и можно дать ему доступ даже с приложения. Некоторые игрушки управляются, и можно так типа добавить в перчинки ваши отношения. В общем, даже, возможно, это банально, но вот такие модификации не банальны. И совершенно нормальный кдерри. Но опять-таки все зависит в ваших отношениях, от вашего партнера. И последняя категория моих любимых подарков – это кринж, веселые подарки. Первое – это можно сделать какое-то видео, самостоятельно записать его. Например, взять какие-нибудь самые кринжовые челленджи в ТикТоке и снять подборку разных челленджей в ТикТоке. Можно заказать видео поздравления по какому-нибудь блогерам. Здравствуй, здравствуй, дорогая моя нежная Клавдия. Это, конечно, отдельная тема. Особенно, если у вас есть какой-то любимый персонаж. Часто блогеры делают такую услугу, как поздравление. Можно делать супер кринжовую, такой, знаете, с этими дурацкими эффектами и всякими сердечками видеооткрытку. Знаете, в стиле, как присылают нам наши бабушки и тети в WhatsApp'е. Вот эти все истории, да. Улыбнись, мамышка встала. И вот это все. В общем. Или там с днем грибного дождя, я не знаю. Ну, в общем, вы поняли. Можно сделать в таком стиле. Это всегда остается классно на память. Это не требует места для хранения, только место на вашем компьютере или на флешке. И это практически бесплатный подарок. Если вы только сами не сможете это как-то скомпоновать, смонтировать, вам придется платить за монтаж. Ну, либо же блогеру за поздравление. Я, кстати, поздравления не делаю, если что. Но я бы и не смогла. Про что бы, с чем бы я поздравляла бы. И последняя идея подарка. Это апогей. Апогей всего кринжового, что есть просто на 14 февраля. Это, конечно, для тех, кто уже, возможно, все дарил. Кому не жалко потратить немного денег в пустую. Можно просто собрать все. Букет из колбасы. Какие-нибудь мишки из роз. Знаете, вот эти вот мишки из роз. Наверное, вы их знаете. Какие-нибудь очень странные парные наряды. Такие типы, знаете, со стрелочками. Это странный совет. Но, возможно, знаете, когда это доведено до абсурда. Например, показать со своим лицом чехол на телефон, кружку, трусы со своим лицом. Тоже прекрасная идея. И потом можно с этими атрибутами пофоткаться. И вообще очень весело провести время. Это смешно. И есть. Мне почему-то сейчас представляется это дико смешным. Если, знаете, прям вот прям много всякой хрени наказать. Со своим лицом. И там, где очень странная ваша фотка. На этом мои полновочия все, как говорится. Надеюсь, я вас натолкнула на какие-то размышления. Пишите внизу в комментариях, какие самые классные подарки дарили или получали вы. Может быть, у вас есть еще какие-то идеи. Может, вы готовите какой-то подарок. Расскажите, если это не прям супер секретно. И вы знаете, что ваш любимый человек не прочитает наши комментарии. В общем, подписывайтесь на мой канал. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить. мне одну тему. У меня все на сегодня. Увидимся в следующем видео. Пока.